Молитва задержания Молитва, которая не так давно появилась в обороте среди православных христиан и все-таки не является тем привычным для келейного пользования, для церковного употребления каким-то молитвенным последованием, которые святыми отцами установлены для всеобщего нашего пользования. Явно в этом обнаруживается ее некоторая особенность, которую может быть либо вовсе не стоит, либо с великой осторожностью стоит учитывать, когда мы получаем какое-то желание именно эту молитву читать. А ведь она обращена к бесам, она с призыванием Господа, с призыванием Богородицы, святых, но посвящена как-то некоторому диалогу души человека с силами противника, которые как неким заклинанием, словами этой молитвы задерживаются в их злобной деятельности против того, кто ее читает. В демонологии традиционной есть все-таки несколько логика другая. Она по свидетельству отцов египетских очень проста. Каким образом душа призвана управляться с противодействующими ей бесовскими силами? Когда подходит зверь, влезаю на дерево, не вступаю в какую-то битву без правил с этим подошедшим зверем, не пытаюсь порвать ему пасть, как Самсон или Давид, борясь за овечку, украденную львом из стада, а влезаю на дерево, это очень существенно, молитвы «Господи, помилуй, Господи, прости, сохрани меня, Господи». Мы таким образом противостоим тем силам зла, тем соблазнительным и осквернительным прилогам, которые являются в нашей жизни от мира, плоти и дьявола. Потому молитва, в которой мы сознательно вступаем в некоторое противостояние, предполагает несколько другое, не столь, можно сказать, кроткое признание своей беспомощности, без Божьей помощи каким-то образом противостоять силам зла. Преподобный Серафим Саровский, глубоко и опытно знавший эти все законы духовной брани, говорит, что зачем вам знать, каковы бесы, они гнусны, но силы одного маленького бесенка хватило бы, чтобы перевернуть мир, если бы не божественное милосердие, удерживающее от проявлений той самой злобы и человеконенавистничества, которые живут в падших духах. Как видите, такое более традиционное и понятное святоотеческое отношение к противостоянию с падшими духами по преимуществу побуждают нас всем сердцем тянуться к Господу и искать от Него защиты и решения всех этих проблем духовных, всех этих прелогов, вражьих, от Него получаемую помощь. И Господь, имея в виду в том числе и эти положения демонических искушений, говорит, без меня не можете творить и нечисоже, не только в земном, или как в земном, так и тем более в противостоянии тем самым таинственным для нас и непосильным для личного противостояния силам вражьим. Когда Федор Михайлович Достоевский, рассуждая об этом предмете, то он сердце человеческое называет полем битвы Бога с дьяволом. Но, может быть, есть некоторые несовершенства в этих определениях, потому что дьявол хоть и приступал трехкратно искушать Господа в пустыне, но ему ведь никак не ровня, никакого не может быть в отношении, весовой категории соотношения между силой Божьей и силой вражей. Как и между силой нашей человеческой и силой вражей мы бесконечно слабее, но враг бесконечно слабее того Божественного, что является для него возмутительным и неприемлемым, а для нас спасительным и необходимым. Поэтому в данной молитве все-таки несколько по-другому поставлены акценты, и поэтому человек, вступающий в такое личное делание по задержанию вражьей деятельности против самого себя, может подпасть под некоторое тонкое о себе мнение, может в случае положительного или отрицательного исхода регулярного употребления этой молитвы оказаться в сознании своей некоторой собственной силы против вража козней. От этого недалеко и до укоренения в определенном мнении, может быть и прелестном, о самом себе, что очень опасно. Так что если есть опытный батюшка, с которым вы советуетесь, у которого есть представление о вашей молитвенной жизни, то удобнее всего согласовать с ним. Полезно вам регулярное употребление этой молитвы, или лучше остаться в молитвенных трудах по привычным и общим для нас молитвословам. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...